Всем привет дамы и господа. В свойственной нам манере быстренько осмотрим предложение меблишки поддержанной. Вот видим перед собой вишневые мебли или мебля или мебли. Это 70-е годы господа, это недорого. Относительно недорого конечно. Это все стоит 100-150 евро. Есть некоторые точки в которых такие мебели могут стоить 10 евро и 20. Когда у них терпение лопается уже терпеть это все. Тогда они иногда могут просто очень-очень скинуть цену. В данном случае это вишня. Видите, было подчеркнуто у людей. Вот так выглядела комната в которой это стояло. Люди жили себе, радовались. Пили водку, пиво. Радовались, думали, ох вишневая мебель у нас. Это ж круто. Вишня. И вот вам результат. Очень качественное кстати. Все дерево. Это вишня господа. Это очень приятное, хорошее дерево. Я не хочу ничего говорить плохого о современной мебели. Зачем она мне надо? У каждого свое мнение. Ну вот эта вот стенка стоит 159. Я думаю нормально. Это же все таки фирма. Это все таки качество хорошее. Даже внизу какие-то здесь видите такие фахи. Кстати дерево все. И все можно купить без очереди, без записи, без дежурства ночных, без перекличек, без блата, без заднего прохода. Ну в общем сами знаете. Все нужно купить очень элементарно. Такие хорошие вещи. вот такая ввазище. Это просто за 9 евро. Картина 85 или 20. Да, 25. Я извиняюсь. Вот такая вот хорошая кстати вещь. Похоже на уран. Явно старинные вещи. Вот. Тоже вишня. Тоже зимняя вишня. Стеночка стоит 149. Стоила 179. Но ее почему-то уценили. Все дерево, господа. Это вишневый спон. Очень качественно. Я думаю я подробно вам показываю. Кто-то пользовался, кто-то радовался. Здесь невероятное стоять. Кстати. То ли краудхайм, то ли еще что-то сумасшедшее такое. Такие три трио. Все гладенько. Все оказывается по френшую. Отличная стенка. Смотрите. Все дерево. Все. Никакой бумаги. Ничего. Так. Богемия. 9 евро. Всего-то. Так. Стенка 69. Стенка 69. Да. Помните был Айболит 69. Классный фильм с Роланом Быковым. А эта стенка 69. Нормально. Удобно. Круто. Не надо на стены прибивать там что-то. Может быть десятку еще и сбросят. Все деревянненькое. Семидесятеньких годиков. Нормально. Я думаю я нормально вам показываю. Вот такие вот выборы мебели в данном случае. Вот такой пуфик древний. Кресло древнее. Что еще нужно для красивой жизни. Обзавестись предметами 50-х годов. Ну это вообще мощно. И все класс. Вот дожила же эта салатница 20-х годов за 1 рубль. До нашей дни. А? Розовая. Красивая. Дожила. Потому что это качество. Такое ее знаете так не поцарапаешь при желании. Даже при большом желании не поцарапаешь. Крутейшее трио господа. По 5 евро. Это же просто я не знаю. В интернете 70-е и 60-е годы. Все это мощно. Все это вообще какой-то просто зашкаливает. Ну недорого, да? 5 евро три его, да? Нормально. Смотрите какой выбор. Это же красота. Это же фирма. Очень оригинально. Треугольно. Пятидесятые годы. Сервировочный столик. За 29. Еще один пуфик. Торшер. Торшер. Мебеля. Еще такие делались классные. Велюровые. Тогда материалы использовали суперские. Их очень тяжело победить. Диванчик 65. Креселка 29. Пуфик 15. Все очень круто. Еще один пуфик. Так, картина 39. Креселка 29. Отодвигаем. Хрусталь, господа. Смотрите. Просто... Это вообще довоенная штука. Картина 1 и картина 2. Это видно какой-то художник. Такого разлива. Неширокого. Неширокого. Дев Вольф. Писал картины, видно. Дарил. Чтобы покупать их вряд ли кто-то хотел. Но он был добрым человеком. Просто говорил. Дайте я вам подарю пару картин. Я вам еще не дарил, нет? Тогда, пожалуйста. Выбирайте. И дарил свои картины. Вот такие. Художник Дев Вольф. Мы их теперь оценили в 39 евро. Я думаю, он бы удивился. В свое время. Столь высокой оценки. Тоже красивые всякие красивые предметы. Чашечки. Копеечные тарелки. Ваза 5. Ого. 50-х годов. А может даже довоенная, кстати, трюмо. Может быть. Лампу уценили на 39. Абажур у нее подкачивает. Так, в принципе, ничего. Но абажур. Ну, просто, ну... Ну, катастроха. Просто катастроха. Просто катастроха. Вот такая вот комодина. За 109. Это довоенная. Вот тут хорошая обувная тумбочка. Дубовая. Абсолютно дубовая, господа. Ну, просто идем абсолютно так, бесцельно. Смотрим. Два кухонных уголка здесь. И... В принципе... Такая сахарница. Это... Кучинроид. Тарелки большие. Смотрите. Тарелки по 3. Сахарница 5. И... Вот такой чайничек. А дальше за 19... А за 15 евро... У нас... Сервис. Это Ширенгинг. Причем Ширенгинг. Которому лет... Этак, уже 60. Хороший фарфор. Процвечивается. Вот такая крышка. Вот такие... Под яйца подставочки. Красивый сервис. И что удивляет, что... Раз, два, три, четыре, пять. Есть сахарница. Написано, что для... Посудомоечной машины. Это года 70-е. Ну да, ему лет... Лет 50 есть. Ширенгинг. Красивый. Я такого не видел. Бавария. Красивая форма. Вот такой сервис. Сколько блюдец? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одну чашку грохнули. Ну вот. Пять чашек. В принципе. 15 евро. Разве это деньги? Посмотрите, какая... Какая работа красивая. Каждая чашка. Посмотрите, тиснение, резервность. Солидол. Вот такой можно случайно встретить. Красивый. Кофейник сам очень красивый. Тут много-много-много. Вот 19 евро. Это Кало. ГДР. Это Кайзер, по идее. Точно. Каким его боком сюда занесло. Это, видать, Борклиндау. По рублю. И уголок за 50. Старонемецкий уголок. 50-70-е годы. Вот такой вот кухонный. Недорого. Красиво. Удобно. Дубово. Чисто. Что еще надо? Можно выпить, закусить. Все. Все очень просто. Это еще один уголок. Такой тоже для беседочки. 160. Кое-что есть, господа. Кое-что есть. Это, господа, Хутинройтер. Стоит 69. Большой сервиз. Не знаю, он, правда, 69. Вместе с кофейной его частью. Нет, кофейная часть стоит отдельно 59. 59, да. Вот. Слоновая кость. Смотрите, какие подставочки под яйца. Не знаю. Яйца сюда не очень крупные, конечно. Какие-то в то время, видно, куры как-то страдали и несли маленькие яйца. А так вообще, знаете, качество потрясно. Смотрите, какая слоновая кость. Как это все просвечивается. И как это все выглядит. У нас есть только чайник. И у нас есть эта сахарница, да. Качество очень хорошее. Но зато какой чайник мощнейший. Слоново-костный. Тарелки есть. Террина есть. Худченройтер, господа. Фирма песенная. Очень хорошая фирма. И хорошее слово, кстати, для артикуляции. Худченройтер. Оно такое коварное, такое слово, знаете. Хлесткое. Но зато мы же учимся что-то сказать хочется тоже. Не всю жизнь же вот так вот жестами. Хочется как-то разразиться. Такой вот ансомбль дубовый. Так, всякие стулья. Тарелки, кстати, картины. Мебеля 69-39. Стол за 19. Тумбочка за 35. Картина за 89. Жизнеутверждающая. Написанная, да. Это не принт. Кроватка какая-то, как прокрустово ложи. Это, знаете, кровать для тех, кто худает. Сначала отодвигаем туда, ложимся. И по мере похудания начинаем сдвигать спинку. И когда доходим уже вот сюда, прекращаем голодание. Хорошая кровать, полезная. Ее, кстати, уже кто-то заказал. Видать, тема сейчас трепещущая. Поэтому такие вещи, наверное, в цене. Так, тырина фирменная. Десятка. Майолика нас мало греет. Шикарная витрина за 119. Это тоже 50-е годы. Там уже стоят фужерчики по рублю. Кстати, очень качественные. Хорошая витрина, кстати, для коллекционеров. Можно туда поставить всяческие инсталляции красивые. Какие-то коллекции. Диванчики. 59. Ну, как-то что-то мне не нравится цены. Надо дешевле. Надо дешевле все-таки. Надо дешевле. Стенка 89. Практичная, высокая, вишневая. Видите, как раньше была вишня популярна. Класс. Вообще, качество. Прелестная, гладенькая такая. О! Это Royal Standard. Представляете, тут сразу такой шедевр. Англия. 20 евро. Витрины. 119. 119. 79. Ну, дороговато. Ну, что это за 79? Я не знаю. Как-то не очень. Вот опять вишневая стенка. За 99. Витрина же на 69. Витрина же на 69. Столик за 15. Гардерок почему-то 159. Такой, какой-то безликий. В общем, сами видите, диванчики. Всякие диванчики. Да, это довоенный. Это довоенный. Причем суперский. Виноград трех сортов. Вот номер. Это очень, 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 ребята. Хорошая, добротная, довоенная вещь. А, ну я не буду, конечно, все чайники перебирать. Это как-то, как-то долго. Ваза Нахман, ребята, 25. Это недорого. Это большая ваза ручной работы. Хрустальная. Вот Нахман. Наклейка. Хотя, это же можно без наклейки. Вот это типично Нахмановские такие узоры, орнамент. Типично он просматривается во многих-многих изделиях. Вазы там. Фужеры даже. Большая ваза. Тяжелая. Так, здесь 25, не знаю. Смотрите, какой набор. Так, господа и дамы, хочу откланяться в свойственной нам манере. И вам пожелать, как всегда, полных фужеров, теплых, хороших коньяков. Чтобы вы согревали, согревали эти напитки своими хорошими настроениями. Будьте здоровы. Рад был вас всех видеть сегодня. В хорошем настроении, в здравии. Так будем держать. Будем держать, будем встречаться, желать. Всем всего-всего самого-самого лучшего. Так что, до свидания. И всем всего-всего хорошего.